Здравствуйте! Новости Ленинского городского округа на ваших экранах. Об основных событиях дня и прошедших выходных вам расскажу я, Олеся Попова и мои коллеги. Далее коротко о главном. Традиционное оперативное совещание с главой муниципалитета Алексеем Спаским состоялось во Дворце культуры. У нас примерно с 15 июня будет отменена оплата за наличный проезд в транспортных средствах. Видновский стадион «Металлург» принял инклюзивный проект «Национальный триатлон». Основная идея проекта «Национальный триатлон» – это создать серию мероприятий, в которых участвуют дети, особенно дети, с любым состоянием здоровья. Во Дворце культуры Видного состоялось традиционное оперативное совещание с главой муниципалитета Алексеем Спаским. В нем приняли участие руководители управления и службы округа, представители учреждений района и общественных организаций. Здравоохранение и общественная безопасность, дорожный ремонт и вывоз мусора – спектр рассматриваемых вопросов – был традиционно весьма широк и охватывал все стороны экономической, социальной и хозяйственной деятельности муниципалитета. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу МЧС России Сергей Дежкин озвучил изменения, внесенные в Кодекс об административных правонарушениях, которые вступят в силу с 8 июня. За нарушение требований пожарной безопасности увеличиваются штрафные санкции. Итак, на граждан увеличится до 15 тысяч рублей, на должностных лиц – до 30 тысяч рублей, на юридических лиц – до 400 тысяч рублей. Еще одно новшество, касающееся оплаты проезда на общественном транспорте, прокомментировала директор Видновского троллейбусного парка Ольга Киндина. У нас примерно с 15 июня будет отменена оплата за наличный проезд в транспортных средствах. То есть будет приниматься только банковская карта, тройка, стрелка и, соответственно, льготники по пенсионной карте социальной. А в остальном выступающие констатировали, что на территории Ленинского городского округа за прошедшую неделю никаких серьезных происшествий не случилось. В Видновском перинатальном центре состоялась торжественная выписка 55-тысячного ребенка. Юбилейным малышом стала девочка Вера, которая родилась 2 июня в семье Дарьи и Ивана Герсановых. В холле перинатального центра молодой папа Иван с букетом белых пионов, любимых цветов супруги, с нетерпением ожидает выписки жены с дочкой. Это первый ребенок в семье Керсановых. Очень сложно вообще подобрать словами те эмоции, которые я сейчас испытываю, но у нас большая радость, потому что ребеночек долгожданный, и мы очень счастливы. Девочка Вера родилась 2 июня. Рост малышки 52 сантиметра, вес 3 килограмма 190 граммов. С выбором имени определились сразу. Супруги организовали очень популярную сейчас гендерную вечеринку. Супруга работает радиоведущей, мы просили ее коллег, чтобы они составили нам плейлист. И каждая песня она намекала на то, что это мальчик или девочка. И последняя песня, которая заиграла, она уже говорит о том, что вот все-таки этот пол окончательный. И последняя песня была «Салют Веры». Для Видновского перинатального центра Вера стала юбилейным 55-тысячным ребенком, рожденным в стенах медицинского учреждения. Мы очень рады этому событию, потому что мы шли к нему долго-долго, потому что ежегодно у нас рождаются более 6 тысяч детей. Но сегодня вообще знаковая цифра – 55-тысячный ребенок, девочка родилась у нас. Мы очень все горды этим, что мамы с папой выбирают наш перинатальный центр. Мама новорожденной признается, что новость о том, что дочка родилась 55-тысячной, стала приятной неожиданностью. Узнали на следующий день после рождения. Как-то это все сумбурно случилось. Мне прибежали специалисты и сказали, что вы знали. Я говорю, откуда, как? Конечно, нет. И это большое счастье. Мне кажется, что это очень символично. И это очень красивое начало пути нашей доченьки. Молодым родителям вручили цветы и подарки от сотрудников Видновского перинатального центра. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Итоги творческого сезона подвели работники школы искусств Ленинского городского округа. Педагоги встретились в Видновской ДШИ, чтобы вспомнить главные победы своих воспитанников и получить заслуженные награды. Преподаватели четырех детских школ искусств города Видное, поселков Развилка, Горки-Ленинский и Володарского встретились, чтобы подвести итоги учебного года. Первым делом отметили успех Развилковской ДШИ. Учреждение стало финалистом конкурса лучших сельских школ искусств страны. В ходе конференции работникам культуры вручили более 20 наград различного уровня. Трое преподавателей были удостоены знака главы Ленинского городского округа. Высокую награду получила преподаватель школы искусств поселка Развилка по классу фортепиано Тамара Бельевская. Она трудится в учреждении со дня основания, а ее ученики стабильно занимают призовые места в конкурсах. Также знаком главы округа наградились заместителя директора Видновской ДШИ Ольгу Перфильеву и преподавателя теоретических дисциплин школы поселка Горки-Ленинские Елену Пыхареву. Очень приятно получить эту награду, потому что в детской школе искусств я работаю 28 лет, а до этого я просто не училась. И после первого курса пришла работать в свою родную музыкальную школу. Поэтому, конечно, эта награда такая очень ценная для меня, и очень много проделано было работы, и, конечно, приятно получить эту награду. Кроме того, преподаватели детских школ искусств получили семь наград от народных избранников муниципалитета. Поздравила почетных педагогов заместитель председателя Совета депутатов округа Ирина Архангельская. Я бываю на ваших мероприятиях, и действительно получается, что бываешь просто вот на каком-то фестивале, творческом фестивале искусства. Спасибо вам большое за вашу работу. Разумеется, на конференции не обошлось без ярких выступлений. Даже после завершения сезона ученики и преподаватели школы искусств муниципалитета остаются верны творчеству. Олеся Попова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Образовательная акция «Рисуем зеленый мир и экологию» прошла в рамках празднования Дня защиты детей и Всемирного дня охраны окружающей среды в минувшие выходные в Центральном парке Видного. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Около 30 мальчишек и девчонок, а также их родители взяли в руки мелки, чтобы нарисовать на асфальте нашу планету и то, какое они хотят ее видеть в ближайшем будущем. Кто рисовать-то будет? Землю. Землю? А она у тебя радостная будет или грустная? Радостная. Почему? Потому что она будет у меня зацветкой. А какие цвета выберешь? Вот желтый, синий, красный и розовый. Образовательная акция «Рисуем зеленый мир и экологию» прошла в Центральном парке Видного в рамках празднования Дня защиты детей и Всемирного дня охраны окружающей среды. Ее цель – сформировать у детей бережное отношение к природе и нашей планете Земля. Детки объединяются, знакомятся, вместе обсуждать будут эту проблему. А проблема, сами понимаете, одна из важных сейчас у нас – это сохранение нашей природы, окружающей среды. Среди участников акции были ребята, приехавшие к нам из Донецкой и Луганской областей. Не сговариваясь, они нарисовали свою малую родину утопающей в цветах, а рядом – радостных, улыбающихся детей. Павел, Виктория и двухлетняя София Зелинские за работу взялись всей семьей. Мы хотим нарисовать цветочки, мирное небо, чтобы был мир на Земле. Чтобы Земля была усеяна цветами, смеющимися детьми, чтобы было безоблачное небо, яркое солнце и нас окружал мир. Акция получилась очень жизнеутверждающей. Ну а ребята в очередной раз задумались, как сохранить наш общий дом, планету Земля, процветающим и зеленым. Екатерина Борисова, Татьяна Бролова, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видно этого. В Центральной библиотеке прошла викторина по произведениям Александра Сергеевича Пушкина. Участники интеллектуальной игры быстро и правильно нашли ответы на практически все каверзные вопросы. В путешествие по сказкам «Солнце русской поэзии» отправилась Галина Житкова. Добрые волшебные и лирические сказки Александра Сергеевича Пушкина читали все поклонники творчества гениального русского поэта. Семь удивительных историй, рассказанных в его уникальной манере, считаются практически народными. Мы подготовили викторину на основе сказок Пушкина, чтобы дети немножко повторили. И мы заодно повторили, и почитали, и посмотрели. Сегодня, я думаю, мы продолжим. Будем смотреть, наверное. Потому что дети многое, конечно, подзабыли. Для участников интеллектуальной игры подготовили 10 простых вопросов. Но правильные ответы знали далеко не все. Ребятам пришлось порядком призадуматься, чтобы вспомнить, в каком произведении Пушкин поселил шамаханскую царицу или что за имя придумал для царя в сказке о «Золотом петушке». У него интересные, развернутые произведения, о которых можно и задуматься, и посмеяться в какой-то степени. Они такие интересные, загадочные с какой-то стороны. Ответы на 9 из 10 поставленных вопросов дали начинающие журналисты телеграм-канала «Библио ТВ» Саша Золкина и Анна Топал. Девочки знают и любят сказки Пушкина. Сейчас с большим азартом постигают азы выбранной профессии. Викторина стала еще и возможностью получить мастер-класс у профессионалов. Я тоже, как вы, спрашиваю разные вопросы после каких-либо мероприятий. Как ты думаешь, что главное для корреспондента, самое важное в его работе? Скорее всего, речь правильная поставлена. Гениальные сказки и стихи и повести Пушкина любимы как детьми, так и взрослыми. И даже спустя 223 года со дня рождения «Солнце» русской поэзии, его произведения продолжают оставаться актуальными и близкими к каждому. Галина Житкова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видно ТВ. Второй этап социально ориентированного проекта «Национальный триатлон» состоялся в Видном на стадионе «Металлург». Цель спортивного праздника – объединить детей здоровых и имеющих ограниченные возможности. Вместе они приняли участие в инклюзивном забеге «Круг добра». Подробнее расскажет Юлия Пагасьян. Первый этап национального триатлона состоялся еще зимой в Красногорске. Тогда в лыжных гонках участвовали как воспитанники спортивных школ, так и дети с ограниченными возможностями здоровья. Организатором и главным спонсором спортивного мероприятия выступил благотворительный фонд развития общественно значимых инициатив. А главы муниципалитетов области активно поддержали эту интересную идею. Основная идея проекта национальный триатлон – это создать серию мероприятий, в которых участвуют дети, особенно дети, с любым состоянием здоровья, создать те условия, чтобы дети смогли научиться дружить, участвовать в одних процессах. Очередной этап соревнований прошел в Видном на стадионе «Металлург». Здесь для детей и взрослых работали мастер-классы и несколько спортивных площадок. Занятия по душе и физической подготовке могли найти все желающие. Будет бег 3000 метров в этой лесопарковой зоне в Опаренках и футбольные турниры среди детей 10-11 года рождения. Более 10 команд принимут участие в этом турнире. В основном, конечно, Ленинский городской округ, но будут и несколько команд из Люберец, вроде как из Красногорска к нам приедут. В рамках национального триатлона ребятам и взрослым было предложено пробежать круг добра – 400 метров, объединивших как здоровых людей, так и с ограниченными возможностями. На это мероприятие пришли наших 20 человек из нашей организации и среди них трое колясочников. Они не просто тут мастер-классы поучаствуют, посмотрят, они будут бежать. Поделись своими впечатлениями, как твой праздник, в чем будешь сегодня здесь участвовать? Хороший праздник, мне очень нравится. Буду участвовать в гонках на колясках. Вместе – своеобразный слоган, который буквально на каждом шагу сопровождал участников национального триатлона. С приветственным словом в этот солнечный день гостям обратился советник главы администрации Ленинского округа Моисей Шамаилов. Вот этот подход, вот эта идея – это самый правильный, когда и здоровые, и дети с ограниченными возможностями, и взрослые имеют возможность вместе поучаствовать в определенных видах спорта, которые позволяют это сделать. Этот праздник спорта – лишь один из этапов благотворительного проекта. В планах у организаторов провести масштабный велопробег. Юлия Погасьян, Кирилл Иванов, Ульга-Садовская. Видное ТВ. На этом наш выпуск подошел к концу. Мы желаем вам продуктивной рабочей недели. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова